Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Союз культуры Армении на тему «Армяне народ прошлого или будущего» удостоился восхищения зрителей. Уроженцы Западной Армении Артур Макарчан. Вопросы армян Западной Армении. Центральный совет Армян Германии выражает поддержку заявлению Национального собрания Республики Арцах. Баку продолжает политику экоцида, провоцируя армян Арцаха покинуть Арцах. Представители Международного комитета Красного Креста не позволили навестить пленных в Баку. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Культурный союз Армении. В пятницу 26 мая в зале Жамулен Бурлеваланс Дром выступил перед аудиторией из нескольких десятков человек. С лекцией на тему «Армяне. Народ прошлого или будущего». В качестве представителей Бурлеваланса присутствовали Вильфрид Пайл и Джордж Ишосян. Также присутствовали президент Западной Армении Армена Кабрамян, министр иностранных дел Западной Армении Лидия Маркосян, один из руководителей филиала ФЕРА, Валенсия Ара Нурян, Христофор Микаэлян, Джордж Эритян, Элен Эукузян, Саркис Джамалор Дзян, члены армянских ассоциаций, вице-президент Армении и президент Иджевал Хосров Иллиозер, который присоединился из Малатии в Западной Армении. Гарикор Амирзаян подчеркнул, армяне – народ, имеющий историю. В древности армяне были большой нацией и составляли около 5 миллионов населения мира, которое на момент зарождения христианства составляло около 200 миллионов человек. Армения, подвергшаяся нашествию римлян, персов, арабов, монголов и турок, сельджуков, на протяжении веков уменьшилась. История армян, имеющая 8000-летнюю историю, свидетельствует о стойкости народа, который всегда подвергался набегам, но остался непоколебимым и сильным народом. Отвечая на вопрос, армяне – народ прошлого или будущего, с речью выступили Армена Кабрамян, Лидия Маркусян, Саркис Джамакурсян, Жорж Ишассян, Аран Уриан, Симон Мелкунян, Ален Эускузян. В выступлении участники говорили о стойкости армянского народа, имеющего богатое прошлое и будущее. Над Арменией и Арцахом нависают темные тучи, особенно после 44-дневной войны 2020 года, но это не сломало народ. В конце вечера некоторым присутствующим были разданы свидетельства о западноармянской идентичности. Ирикор Амирзаян. Полную статью читайте на нашем веб-сайте. Уроженцы Западноармении Артур Макарчан. Артур Асланович Макарчан родился в 1959 году в Гадрудском районе. В 1976 году окончил среднюю школу родного села, в том же году поступил на исторический факультет Ереванского государственного университета. Артур Макарчан выбрал профессию этнографа, не пользующуюся в то время политическим спросом. Определенную роль в выборе профессии сыграл этнограф Юрий Макартумян. Работая в вистографическом музее Гадрута, Артур Макарчан по личной инициативе и в рамках целевых научных кампаний, организованных известными специалистами, собрал богатый демографическо-этнографический материал населенных пунктов Советской Армении и Арцаха. В 1977 году студент 2-го курса Артур Макарчан и друг археолог Гамлет Погусян отправляются в Хатчан, собрав материалы из 18 сел Карабаха. Это была его первая поездка на родину в научных целях, после чего материальная культура Арцаха была в центре его внимания. Развернувшееся в 1988 году карабахское движение полностью поглотило Артура. Оказавшись в центре событий в Гадрудском районе, он был не только лидером, организатором, руководителем и командиром, а непосредственным участником и солдатом. Отметим, что Артур Макарчан был в составе второй делегации, отбывшей из Арцаха в Москву в январе 1988 года. С начала арцахского движения Артур Макарчан был активным участником, одним из девяти человек, подписавший первое письмо Корбачеву. После митинга в Гадруте 12 февраля 1988 года путь Артура Макарчана был стремительным. В период правления Артура Макарчана были освобождены села Малибейли и Кыркыжан, взятые в кольцо Степанакерта. Поселок Ходжалут, также ряд сел Гадрута. Освобождение Шуши Артур не увидел, хотя и был непосредственным участником разработки плана военных действий. Период реализации научных предпочтений Артура совпал с бурным подъемом карабахской освободительной борьбы. Выросший в национальной семье, получивший основательное армянское образование, пропитанное национальными идеями, молодой человек бросился в водоворот этой борьбы. Эта земля родила меня, я в долгу перед ней. Сейчас настал момент компенсации. Артур Макарчан. Полная статья доступна на нашем сайте. По приказу Талата всячески стремится уничтожить само название Армении в Западной Армении, погромщики разрушили и срабляни с землей, превратив в пепел почти все церкви и монастыри армянно-населенных районов Западной Армении и Османской империи. Как пишет армянский историк и филолог в Западной Армении Геворг Месруб. Даже мы, армяне, не знаем, что это было. В наших храмах, в наших церквях количество, качество и ценность. К счастью, представление об их приблизительном количестве дают списки и статистические данные армянских монастырей и церквей, составленные в годы предшествовавшие Первой мировой войны и геноциду, совершенному турками против армян. Согласно свидетельством, в 1727 году армянские монастыри и церкви были полностью разрушены и разграблены. По другим данным, в Западной Армении и на всей территории Османской Турции в те годы были разрушены и разграблены более 2000 армянских монастырей, церквей и часовин. Жертвами осуществленного против армян геноцида стали наши средневековые рукописные книги, принадлежащие монастырям и церквям. Также личная собственность многих армян Западной Армении, свято хранящиеся в их семьях и передаваемые из поколения в поколение, в том числе рукописи, украшенные миниатюрами, за которые знающие люди были готовы отдать свое имущество. Центральный совет армян Германии выражает свою поддержку заявлению Национального собрания Республики Арцах, считая, что Республика Арцах не может быть признана частью Азербайджана какой-либо структурой, особенно властями Республики Армения. Статус Арцаха уже определён в 1991 году. Всенародная воля из влияния 10 декабря, вытекающая из резолюции ООН о самоопределении народов и наций, никакая власть не правомочна оспаривать её. Фактически Никол Пашинян своим обязательством также нарушает закрепление Декларации независимости и Конституции Республики Армении об Арцахе, поскольку согласно решению Верховного Совета Республики Армении от 8 июля 1992 года считать неприемлемым для Республики Армении любой международный и внутрикосударственный документ, в котором Республика Арцах будет указано в составе Азербайджана. Призываем армянство сплотиться вокруг права Арцаха на самоопределение и защиту суверенных территорий Республики Армении, не позволяя сегодняшним властям Республики Армении уступить Арцах и суверенные территории Республики Армении Азербайджану. Только благодаря сплочённости всего армянства возможен победный выход из данной сложной ситуации, иначе катастрофические последствия для армянской государственности будут неизбежны. Управление Центрального Совета Армян Германии. Во время Арцахской войны Баку, применяя оружие, содержащее фосфор, нещадно сжигая леса, как и после войны, продолжает политику экоцида, чтобы армяне Арцаха были вынуждены покинуть Арцах. В период войны МИД Арцаха констатировал, что применение фосфорного оружия является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, норм и принципов Женевской конвенции, а также положение предусмотренных с соответствующими конвенциями и документами ООН. Различные правозащитные организации на основании фактов подчеркивали, что Баку применил запрещенное оружие в Арцахе. Преступления Баку не удостоили соответствующей международной реакции, конкретных мер предпринято не было. Сегодня перед серьезными экологическими проблемами стоит единственная крупная водохранищая Арцаха и окружающая среда. Данное обстоятельство также повлияло на сельское хозяйство и водные ресурсы. Уровень воды в водоеме снижается, приближаясь к критической точке. Азербайджан посредством подобных преступных шагов пытается вызвать экологическую катастрофу и обвинить в этом в Арцах. Не случайно периодически муссируется сведение, что Азербайджан может изменить русло реки Тартар, в результате чего Сарсанское водохранилище лишится воды. Правительство Западной Армении напоминает. Применение запрещенного химического оружия властями Баку – обычное явление. Начиная с четырехдневной войны 2016 года, получив смертверные ожоги от применения запрещенного фосфорного оружия, погибли люди. Данный факт был осужден международными инстанциями, но власти Баку, игнорируя все международные нормы, продолжают геноцидальную политику, подвергая геноциду не только мирное население Арцаха, а также природу. Правительство Западной Армении строго осуждает подобную политику бакинских властей, требуя от международных инстанций запретить применение недопустимого оружия, которое в дальнейшем может стать прецедентом для других государств. Стало известно, что 26 мая 19.00 перервалась связь с двумя военнослужащими вооруженных сил Республики Армения, поставляющим продукты питания на боевые позиции. Азербайджанская сторона подтвердила, что наши военнослужащие были взяты в плен, но представители Международного комитета Красного Креста пока не разрешают их навестить. На данный момент у нас нет никакой информации, мы также следим за ситуацией. Вопрос в центре нашего внимания. Об этом Пастинфо сообщил руководитель программ по коммуникации и профилактике Красного Креста в Армении Зара Аматуни, коснувшись потери связи с двумя армянскими военнослужащими вооруженных сил Армении. Отметив, если со стороны семьи и властей военнослужащего поступает заявление или какое-либо подтверждение о поиске, в этом случае посредством диалога мы передаем вопрос другой стороны. О деталях пока ничего неизвестно, мы ничего не можем сказать. На данный момент мы все еще следим за событиями. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей послушай музыку. Вы важны Швъя. У большие граждане,uster бились у воды. Мог раз в lake Родз – в воду. А что в нас mamy? Родз – в воду – в воду. И сегодня нулёная Sumlinка? på TON Pues я это мне не напомнило. Еще munят может все у crist Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!